В Уральске главные крещенские обряды проходят возле Старого Собора. После обряда освящения воды, ее начинают набирать в различные емкости. Самые смелые горожане окунаются в ледяную купель. Причем в этом году это отважили сделать меньше людей, чем обычно. У вас крещение прям. Как решили, что такое мороз? Мороз, как говорится, такой святой праздник уже в крови. Я просто пороз тоже, казак, казачок. Каждый год купаетесь? Первый раз в 18-19 лет. Празднует его очень хорошо. И издревле отмечает. Всех поздравляю, всех казахстанцев. Сил вода имеет? Сил вода имеет, да. Я один год купался, три раза. Во избежание несчастных случаев во время проведения праздника крещения всем желающим совершить обряд освящения в ледяной купели, сотрудники ДЧС советуют соблюдать особую осторожность, следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и спасателей, обращать внимание на установленные предупреждающие знаки. Обеспечиваем безопасность в 14 местах, силами оперативно-спасательного отряда в 8 местах. В городе из них 7. Это на реке Урал Затон Чапаева, завод «Металист», старый собор и комендер. И на реке Чиган, это женский монастырь, городской парк, спортбаза «Динамо». Здесь на Старом соборе уже искупалось у нас 52 человека с утра. И из-за низкой температуры количество немножко поменьше, чем в прошлые годы. В прошлые годы в это время уже порядка 300 людей прошло. На берегу развернули свои палатки предприниматели. Люди могут согреться чаем и подкрепиться шашлыком. В 1991 году мы уже проводили здесь, вот крещение готовили ордань, рубили для купания, купили и уже участвовали здесь, на Урале. Ни в коем случае нельзя пить водку после того, как искупался, потому что это святая вода. Стоит отметить, что в Уральске крещение отмечают представители всех национальностей и вероисповеданий. Они верят, что вода в этот день обладает чудодейственными свойствами, исцеляет не только тело, но и дух. Роман Копняев, Абула Джигипар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.